Турнир с национальным колоритом В Витязево соревнуются около 200 юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет из Анапы и Новороссийска. Этот бросок принес новороссийцу Игорю Белицкому сразу 4 балла и решил исход поединка уже ближе к его концу. До этого борьба была равной. Победителю 16 лет. Он занимается борьбой 4 года. Самбо любит за то, что здесь больше возможностей, чем, например, в дзюдо. Участие в этом турнире для него важный этап. Показать себя, проявить, чтобы увидели на более высоких уровнях, чтобы турниры знали и опыт. По словам спортсмена, бороться с анапчанами интересно. Много сильных соперников, особенно в тяжелом весе. В качестве гостя турнира дзюдоист Сава Каракизиди, призер крупных российских и международных соревнований. Специалисты называют Анапскую школу борьбы одной из самых сильных не только в крае, но и в стране. Здесь директора школы, как говорится. Я хотел выразить огромное спасибо, Кирилл Исаевич, вам, прежде всего, за то, что вы болеете душой за спорт, за его развитие, за создание материально-технической базы. Мы стараемся вам в этом оказать состороннюю помощь и сделать все возможное и невозможное для того, чтобы наши дети комфортно занимались, хорошим залом, хорошим спортивным площадкам. Уже в следующем году космический турнир планируется вывести на новую орбиту, сделав его всероссийским. Уже сегодня прошли переговоры с руководством краевого спортивного комитета, где получили одобрение, где полностью, и уже они готовят о включении в программу, в программу 2018 года. То есть, я считаю, что мы сделали хороший задел в Анапе. Почему в Анапе? Потому что при любых делах все-таки это море, даже если сентябрь. Ну, это позволит нашим детям и отдохнуть где-то, и поучаствовать в этих мероприятиях. Сам Федор Юрчихин недавно вернулся на Землю, но приехать не смог и прислал письмо с пожеланиями успехов и побед. Как сообщили организаторы, уже в следующем году космонавт планирует лично посетить соревнования.